Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема продолжения темы классическая логика и пролог. Рассмотрим по плану следующие вопросы. Представление знаний в системах искусственного интеллекта, логическое представление знаний, семантические сети, фреймы. 2. Определение инженерия знаний представляет собой совокупность моделей, методов и технических примеров, нацеленных на создание систем, которые предназначены для решения проблем с использованием знаний. 3. Фактически, инженерия знаний – это теория, методология и технология, которые охватывают методы добычи, анализа, представления и обработки знаний экспертов. 4. Представление знаний, их обработки и использование, рассматриваемые применительно к конкретной прикладной области, являются предметом инженерии знаний. 5. На высоком уровне процесс инженерии знаний состоит из двух частей. 6. Извлечение знаний, преобразование сырых знаний в организационные. 7. Внедрение знаний, преобразование организационных знаний в реализованные. 8. Сущность искусственного интеллекта может считать научный анализ и автоматизацию интеллектуальных функций человека. 8. Однако для большинства проблем общая реальность, трудность их машинного воплощения. 9. Исследования по искусственному интеллекту позволили утвердить во внимании, что подлинно необходимым для решения проблем является знание экспертов. То есть, если создать систему, способную запомнить и использовать знания экспертов, то она найдет применение в практической деятельности. 10. История возникновения термина. 10. В конце 60-х, в начале 70-х годов, под руководством Эдварга Фейгенбаума в Стэнфордском университете США были разработаны экспертные системы Dendral, а позднее Meissen. 11. Флово Engineering в английском языке означает искусственную обработку предметов, изобретения или создания чего-либо. 12. Следовательно, работу по оснащению программ специальными экспертными знаниями из проблемной области, выполняемую человеком, либо компьютером, также можно назвать инженерией знаний. 13. Знания – это совокупность сведений, понятий, представлений о чем-либо, полученных, приобретенных, накопленных в результате учения, опыта в процессе жизни и т.д. и обычно реализуемых в деятельности. 14. Этапы обработки знаний – это первый этап – естественное знание, сырое и необработанное знание. 15. Извлечение знаний, организованное знание, знания, организованные так, что они могут быть с легкостью поняты человеком. 16. База знаний – это семантическая модель, описывающая предметную область и позволяющая отвечать на такие вопросы из этой предметной области, ответы на которые в явном виде не присутствуют в базе. 17. База знаний является основным компонентом систем искусственного интеллекта и экспертных систем. 18. Задачи инженерии знаний – анализ предметной и проблемной области, приобретение знаний, выявление источников знаний, автоматизация процесса сбора знаний, представления знаний, модели представления знаний, выбор способа представления знаний, поиск и хранение знаний. 19. Предметная область – сфера человеческой деятельности, выделенная и описанная согласно установленным критериям. В описываемые понятия должны входить сведения об ее элементах, явлениях, отношениях и процессах, отражающих различные аспекты этой деятельности. 20. В описании предметной области должны присутствовать характеристики возможных взаимодействий окружающей среды на элементы и явления предметной области, а также обратные воздействия этих элементов в выявлении на среду. 21. Проблемная область – комплексные понятия, включающие предметную область, решаемые задачи, цели, 22. Возможные стратегии, юристики, предметную область можно определить как объект или, например, производственную систему со всем комплексом понятий и знаний о ее функционировании. 23. При исследовании проблемной области необходимы знания о задачах, решаемых в производственной системе и стоящих перед ней целях. 24. Приобретение знаний, классификация этапов обучения, соответствующих способностям компьютеров к формализации знаний. 25. Получение информации без логических выводов. Сюда входит ввод программ, ввод фактических данных. 26. Получение извне информации, уже представленной в виде знаний. Сюда входит получение готового набора знаний, представленных во внутреннем формате, получение знаний, представленных во внутреннем формате в режиме диалога, получение знаний, представленных во внешнем формате и их понимании. 27. Обучение по примерам. Сюда входит параметрическое обучение, обучение на основе выводов по аналогии, обучение на основе выводов по индукции, И четвертый этап – это приобретение знаний на мета-уровне. Выявление источников знаний. В первом столбце приводятся методы, во втором – описание. Наблюдение на рабочем столе. Наблюдать за экспертом, решающим реальные задачи на своем рабочем месте. Обсуждение задач – выявить виды данных, знаний и процедур, необходимых для решения конкретных задач. Описание задач – попросить эксперта описать прототипную задачу для каждой категории возможных ответов. Анализ задачи – представить эксперту ряд реалистических задач для решения вслух с целью выявить и логическое основание конкретных шагов рассуждения. Доводка системы – попросить эксперта предоставить вам несколько задач для решения и с использованием правил, выявленных во время интервью. Оценивание системы – попросить эксперта проверить работу системы и подвергнуть критике правила и структуру управления прототипной системой. Проверка системы – предоставить примеры, решенные экспертом и прототипом системы, другим независимым экспертам для сравнения и оценки. Автоматизация извлечений знаний и запись их в базе знаний. Неавтоматизированный сбор знаний специалистов – трудоемкий процесс. В развитых интеллектуальных системах предусматриваются вспомогательные средства для приобретения знаний. Автоматическая структуризация неформальных знаний, доступных в интернете через распределенную гипер-медиа-систему веб. В представлении знаний существует также ряд общих для представлений знаний проблем. К ним можно отнести, в частности, проблемы приобретения новых знаний, их взаимодействий с уже существующими, организации ассоциативных связей, выбора диапазона в размере элементов представления, связанных с тем, насколько детально могут быть описаны объекты и события, и какая часть внешнего мира может быть представлена в конкретной системе. Неоднозначно и выбора семантических примитивов, модульности и понимания, явности знаний и доступности, выбора соотношения декларативной и процедурной, составляющей представления, что влияет на экономичность системы, полноту, легкость кодировки и понимания. Модели представления знаний. Декларативная модель представления знаний основывается на предположении, что проблема представления некой предметной области решается независимо от того, как эти знания потом будут использоваться. Поэтому модель как бы состоит из двух частей статических описательных структур знаний и механизмов вывода, оперирующего этими структурами и практически независимого от их содержательного наполнения. В декларативных моделях не содержатся в явном виде описания выполняемых процедур. Эти модели представляют собой множество утверждений. Предметная область представляется в виде синтаксического описания ее состояния. Вывод решения основывается в основном на процедурах поиска в пространстве и состоянии. В процедурном представлении знаний содержатся в процедурах небольших программах, которые определяют, как выполняют специфические действия. При этом можно не описывать все возможные состояния, среды или объекты для реализации вывода. Достаточно хранить некоторые начальные состояния и процедуры, генерирующие необходимые описания ситуации и действий. При процедурном представлении знаний семантика представлений непосредственно заложена в описание элементов базы знаний, за счет чего повышается эффективность поиска решений. Выбор способа представления знаний. При использовании логики предикатов первого порядка база знаний может рассматриваться как совокупность логических формул, которые обеспечивают частичное описание проблемной области. Семантические сети позволяют описывать свойства отношений объектов, событий, понятий, ситуаций или действий с помощью направленного графа, состоящих из вершин и помеченных ребер. Фреймы представляют собой декларативно-процедурные структуры. Во многих фреймовых структурах возможна реализация наследственных отношений, при которых объекты могут наследовать атрибуты более абстрактных объектов. Такая форма организации знаний позволяет экономить объем памяти. Продукционные модели, основанные на правилах вида ЕСИТО, являются наиболее популярным способом представления знаний. При организации знаний с использованием продукционных моделей в базе знаний содержится правило продукции, а в базе данных содержится информация, которая отображает текущее состояние решаемой задачи. Инициализация необходимого правила осуществляет блок управления. Большие трудности возникают при создании модели нечетких знаний. Формализация таких знаний осуществляется на основе теории нечетких множеств. Развиваются также модели на основе искусственных нейронных сетей, многоагентных систем, генетических алгоритмов и другие модели представления и обработки знаний. Поиски хранения необходимых знаний связаны с понятием корпоративной памяти, которые по аналогии с человеческой памятью позволяют пользоваться предыдущим опытом и избегать повторения ошибок, что является пока достаточно трудно реализуемым на практике. Корпоративная память хранит неоднородную информацию из различных источников и делает ее доступной пользователям для решения корпоративных задач. Большую определенность в последнее время приобретают антологии. Спасибо за внимание. Наша сегодняшняя лекция на этом завершилась.